Первым симптомом становится нарушение дыхательного процесса. Так, заметным этот признак может стать во время сна. Другими словами, человек открывает рот, что приводит к появлению неожиданного храпа. Нижняя часть рта отвисает по причине постоянного открытого рта. Со временем форма лица может измениться. Существует даже название – аденоидное лицо, или – внешний аденоидизм. Вторым симптомом становится изменение голоса. Безусловно, это достаточно характерный признак для всех заболеваний, которые связаны с носоглоткой человека. Однако аденоиды мешают пациенту не только дышать во время сна, о чем и говорилось выше. Такой больной может заметно изменить свой голос, он может гнусавить, и лучше всего подойдет крылатой выражения – говорить в нос. Иногда может случаться и так, что некоторые буквы он просто-напросто не сможет выговаривать. На фоне указанных симптомов у больного постепенно развивается общее недомогание. Другими словами, испытываемые организмом трудности могут привести к тому, что температура тела будет регулярно повышаться, преимущественно ближе к вечеру. Помимо этого, больного может постоянно клонить в сон из-за вечных мук, связанных с состоянием головы. Так, развитие аденоидов затрагивает многие части головы. Соответственно, они могут влиять и на ее состояние. Так, больной может жаловаться на постоянные боли, лечение которых не представляется возможным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok